Продолжение следует... 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 Помимо экспериментальных исследований, здесь нужна фундаментальная теория, которая направляла бы и организовывала экспериментальные работы и придавала смысл тем или иным из сотен тысяч накопленных фактов. И вот я буду говорить с одной стороны о том, что представляет собой область темных процессов в жизни организма, но чрезвычайно важных для нашего существования. А с другой стороны о теоретических исканиях в этой области. И три первостепенные задачи, стоящие перед нейронаукой в этой области, это объяснить, во-первых, огромную сложность устройства нервных систем и их высших функций. Ста миллиардов нервных клеток, ста триллионов синаптических контактов, астрономического количества степеней свободы нервной системы, которые в считанные десятки миллисекунд могут сложиться в ту или иную мысль, произвольно. С другой стороны, объяснить огромное разнообразие нервных систем и высших функций. Все из нас, находящиеся в этом зале, имеют разную структуру, устройство, содержание нашего разума и особенности связи и строения нервной системы. И можно это распространить на все 9 миллиардов живущих людей на Земле или 100 миллиардов, которые существовали в истории человечества. То же самое касается и животных. И, наконец, объяснить, каким образом, совершенно детерминистически, эта огромная сложность и это огромное разнообразие возникает каждый раз, когда рождается новый организм и из небольшого зачатка эмбриональной ткани, развивается в разумное мыслящее сознательное существо. Некоторое время назад я сделал попытку свести большие традиции в изучении этих проблем, имеющиеся в российской науке о мозге. То, что известно сегодня в мировой науке о мозге, в некоторую схему концептуальных представлений, теорию. Ключевым в этой теории является понятие нейронной гиперсети или когнитома. Нейронная гиперсеть, главное, что можно сказать об этом, это способ описания существования и структуры, органической структуры мозга на высшем уровне организации мозга, том, который обеспечивает высшую нервную деятельность. Тезисом теории является то, что мозг в действительности устроен не как нервная, гигантская нервная сеть, то, что считалось на протяжении последних полутора веков и считается до сих пор, а именно как нейронная гиперсеть. И другая сторона этого, что нейронная гиперсеть, эта структура в нашем мозге, является носителем всего субъективного опыта когнитивного существа, его когнитомом. Термин когнитом следует читать так же, как термин геном. Вы можете заметить из этих двух пунктов, что они связывают две части знаменитой психофизиологической проблемы. Каким образом материя мозга рождает субъективное. Это не случайно. Одним из центральных моментов теории является объяснение того, почему разум, то, что в англоязычном мире называется mind, в российском могут называться также психики, он реален. Реален в том смысле, что это не эфемерное воздушное пространство Рес Клогитенс Декарта. Это специфическая, органическая и математически формализуемая гиперсетевая структура мозга, которая посредует все причинные соотношения когнитивного существа, нас с вами, животных, с внешней средой. И чтобы описать элементы и свойства этой специфической субъективной реальности, как и всегда в науке, когда мы сталкиваемся с постулированием какой-то скрытой реальности, до сих пор неизвестной нам, требуется введение новых понятий. Три ключевых понятия, которые содержатся в теории нейронных гиперсетей, это когнитивная группа, это группа клеток, когнитивный элемент, которые посредуют причинные отношения целостного когнитивного агента существа с его средой. Это вводит идею атомарности элементов нервной системы в последующие ментальное пространство, деление их на элементарные частицы. Второе понятие – это линкеры этих групп или лиги, которые образуют когнитивные связи и отражают в мозге причинные связи тех или иных событий или объектов в среде при соотношении организма с окружающим миром. То, что элементы, атомы, молекулы разума увязаны друг с другом определенным образом, образует из них систему или сеть, которая обозначается в теории как когнитон. Есть несколько путей, из которых выводится представление о нейронной гиперсети или когнитонах. И начинают все с разных сторон, но приводят к одному и тому же. Верхний путь, который свойственен исследованиям в области физики сложных самоорганизующихся нестационарных систем, основан на введении первых принципов, определяющих усложнение таких самоорганизующихся систем в эволюции жизни. Галилеевский путь — это то, как определил такой подход нобелевский лауреат физик Вайнберг, подчеркивавший, что в физике существует традиция придания более высокой реальности именно первым принципам и абстрактным моделям изучаемых объектов, а не тем или иным отдельным эмпирическим феноменом. Существует, однако, и нижний путь, нижняя дорога — биологический или дарвиновский путь. Дарвин в выведении принципов естественного отбора руководствовался сложившимися в XIX веке идеалами построения науки с выявлением вера-кауза, истинных причин изучаемых явлений, вытекающих из фактов и приводящих к тем или иным заключениям. Есть еще третий путь, который свойственен истории отечественной физиологии нервной системы и изучения высшей нервной деятельности. Путь поиска специфических свойств для интеграции нервных процессов, которые обеспечивают психико-когнитивные явления. И я вначале расскажу о этом серединном пути, пути, так как я сформулировал и рассказываю этот путь на протяжении последних десяти лет. Этот рассказ обычно начинается с Ивана Михайловича Сеченова. Помимо рефлексов головного мозга, Сеченов в конце XIX века в своей работе физиологии нервных центров обосновал принципиальную вещь, которая, может быть, ускользает от внимания нейрофизиологов, физиологов и историков сегодняшнего дня, но вчитайтесь в эти фразы. В введении к этой работе он пишет «Я имею в виду прежде всего представить на суд специалистов попытку ввести в описание центральных нервных явлений не топографическую обособленность органов, а сочетание центральных процессов в естественной группы». Что такое естественная группа? Дальше он пишет «Как устроена интерцентральная связь в отражательном элементе неизвестно, но физиологически ее можно охарактеризовать как форму сочетания волокон и клеток в группы одновременного действия». Для многих нейробиологов мира эта идея была бы известна как идея Хеббовских ансамблей нейронных. Однако Хебб высказал это через 60 лет после Сеченова. Это было гениальное на самом деле прозрение. В теории нейронных гиперсетей именно такие группы в силу их одновременного действия обозначаются как КОГи, имея под КОГом аббревиатуру кооперативная группа нервных клеток. Следующий элемент теории связан с исследованиями открытиями Ивана Петровича Павлова. Павлова интересовали не отдельные элементы мысли, как об этом писал Сеченов в своей знаменитой работе, эти группы, а то, каким образом устанавливаются причинные связи между ними, отражающие причинные связи в окружающем мире. И Павлов в отношении этого писал, что если два раздражения совпадают во времени несколько раз, то между воспринимающими их клетками устанавливается специальный более легкий путь. Клетки связываются друг с другом. Эта идея была бы знакома в мировой нейронауке как хэбовская идея «Cells that fire together, wire together» — клетки, которые работают вместе, связываются вместе. Затем только исключением вновь, что идея была высказана Иваном Петровичем Павловым и на протяжении десятилетий определяла работу целой школы российских нейрофизиологов. Этот второй ключевой элемент в теории собственно и обозначается как линкеры между группами. Обратите внимание, что связь временная между двумя элементами должна предполагать наличие этих элементов. То есть первое должно быть вместе со вторым. но это не только физиологическая часть, это не только физиологический процесс. Следующая принципиальная часть этой головоломки заключается в том, что клетки объединенные такими связями между разными группами образуют систему и эта система отражает некоторых состояний и действия целого организма, направленные на получение тех или иных адаптивных результатов. Эта система получила название функциональной системы и она соединяет организм через действия и через прогноз результатов действия, модель результата, акцепт результатов действия, с окружающим миром, результатами активности организма и обратными афферентациями или обратными связями, позволяющими в таком циклическом процессе формироваться таким крупномасштабным системным объединением, функциональным системом. Несмотря на огромное разнообразие всех видов деятельности организма, согласно теории функциональных систем, они все имеют общую операциональную архитектонику, подчиняются определенной логике разворачивания процессов в нервной системе при осуществлении любого поведенческого акта. И в этой операциональной архитектонике участвуют процессы интегральные, которые получают уже психологические когнитивные характеристики. если вы посмотрите на эту схему, то вы увидите там обозначение мотивации, памяти, принятия решения, цели и так далее. Таким образом, мы имеем в таких группах не просто физиологическое объединение, но объединение, несущее более высокие характеристики ментальных свойств. Последняя вещь, которая требует объединения этих вещей, это то, что организм наполнен самыми разными функциональными системами. У нас их тысячи, сотни тысяч возможных за жизнь организма. Каким образом они все взаимодействуют и образуют наше целое я? Как эти физиологические интеграции склеиваются друг к другу, как одна способна вызвать другую, как они образуют цепи? Существует некая система, и вот эта система из большого количества таких когнитивных кооперативных групп и их связей, когнитивных связей, и обозначается в теории, как нейронная гиперсеть или когнитом. Что нужно сказать, объясняя термин нейронная гиперсеть? Что нейронная гиперсеть является частным случаем гиперсетей. Гиперсетью в алгебраической топологии называется структура, которая обобщает понятие сетей, гиперграфов и состоит из геометрических фигур, которые называются реляционными симплексами или гиперсимплексами. Гиперсимплекс это вот такая группа, кооперативная группа нервных элементов, объединенных некоторым ментальным опытом и целью деятельности, которая содержит большое количество элементов одного уровня, а вершина этого конуса образуется описанием их отношений и приобретать новые интегральные свойства, делающие ее элементом сети более высокого уровня. Гиперсимплексы позволяют определять многоуровневые структуры, часть целая, и вот здесь показана иллюстрация того, как четыре элемента, образующие определенную структуру отношений, формируют эмерджентные новые ворота, в которых проявляется такое свобто, как проход в этих воротах. Поэтому математическая теория гиперсетей в алгебраической топологии или высокопорядковых сетей higher order networks математической физики сегодня описывает устройства самых разных многоуровневых систем с эмерджентными свойствами. Например, в социальных системах, где была применена эта теория в первую очередь, и вы можете представить себе, например, семью, состоящую из папы, мамы, дочки, сына, дедушки, которые вместе образуют новое целое. Но в биологии такого рода структуры между двумя уровнями очень распространены тоже. Например, ген представляет собой одновременно последовательность химических элементов нуклеотидов ДНК, но вместе с этим он может кодировать биологическую единицу нового качества. Это более даже ясно на уровне белка, где белок, состоящий из энного количества аминокислот, при свертывании в третичную четвертичную структуру приобретает свойства фермента, рецептора, ионного канала и так далее, и так далее, и так далее. Это тоже гиперсимплекс. Гиперсетевая теория мозга утверждает, что мозг представляет собой один из высших примеров формирования таких гиперсетей и гиперсимплексов, который отличается, я хочу подчеркнуть, и это ключевой момент во всем этом изложении, отличается от других гиперсимплексов одним необычным свойством, которое создает нам качество психического. Нейронные когнитивные группы, являясь физиологическими элементами внутри организма, способны рецептировать окружающий мир через синаптические входы на эти группы и воздействовать через аксоны и тело, мышечный аппарат на внешний мир, на уровне целого организма. Это ключевой момент. Ген или белок не видит глазами целого организма моего я, окружающий мир. Нервная система возникла и развилась таким образом, что нейронные группы внутри них стали микро- я, микро-ядрами нашего я, которые способны оценивать и воспринимать внешний мир на уровне целого организма. Это принципиальный момент. Таким образом, мы имеем два типа элементов. Один из них это коги. В английском языке ког это подчиненная, но маленькая интегральная часть целой системы. В этом смысле ког как нейронная когнитивная группа кодирует элемент качественно специфического опыта, элемент когнитома. Вместе с этим любой ког является дуалом. Внизу в уровне N нейронном уровне это группа нейронов, активность которых и обуславливает этот когнитивный опыт. Поэтому система разума, состоящая из таких нейронных групп, является органической системой, она материальная. гиперсетей, еще одна удивительная сторона гиперсетей, что каждый ког когнитивной группы нейронов является также конъюгирующей группой. В состав каждого кога входит много связей с другими когами, потому что элементом, связывающим две группы, между собой, являются не аксоны от одних нейронов к другим, а общие клетки, на которых перекрываются эти когнитивные группы. Поэтому каждый лик это часть кога, а каждый ког обрастает в своей жизни огромным количеством лигов, что и создает огромную взаимосвязанность и автоассоциативность нашего когнитона нейронной гиперсети. Обычно дальше я перехожу к следующему пункту, который ведет нас к физиологическим исследованиям. Он непрост и вызывает часто недоумение и непонимание в среде моих коллег. он состоит в том, что минимальным когом, то есть одной вершиной в когнитивной сети является одна когнитивная специализированная нервная клетка. Это нейрон, который может собирать через огромную промежуточную сеть пресинаптических нейронов, находясь в глубине нервной системы многочисленную мультисенсорную мультибиологическую информацию о внешнем мире, которая является для него толчком, причиной для его активности. И в своих синаптических полях он хранит ее как память о том, что он знает о внешнем мире. А через ветвящееся аксонное дерево и действие на также огромную промежуточную сеть нейронов, ведущих в конечном счете в теле к изменению активности организма, он может влиять, вносить свой вклад во влияние на внешний мир. Это означает, что одна нервная клетка, находящаяся в такой глубокой нервной сети, обладает когнитивным причинно-действенным потенциалом. Это значит, что когда активируется такая клетка в группе, может быть, с другими делающими то же самое, то для организма означает, что на такте Т-1 распределение вероятности в мире было не случайным. В нем присутствовало нечто, что детектируется для целого организма этой группы клеток сужает образ окружающего мира для этой группы клеток. А на такте Т-1 вследствие активации таких нейронов и их групп, действие организма, соотношение организма с окружающим миром тоже будет не случайным. Распределение вероятности меняется из-за активации таких клеток. И дальше я обычно перехожу к рассказу об экспериментальных исследованиях в этой области. Одним из пионеров которых был наш выдающийся отечественный нейрофизиолог Ислав Борисов Швырков, который вместе со своими сотрудниками в 70-е годы впервые в мире установил принципы, описанные в его посмертно уже вышедшей монографии «Видение в объективную психологию», где он писал основным научным событием, сделавшим возможным написание данной книги являлось установление того факта, что нервные клетки в разных областях мозга специализированы не относительно каких-либо процессов или функций физиологического уровня, а относительно элементов субъективного опыта. И установление таких когнитивных специализаций нейронов становится таким образом для экспериментатора объективным методом изучения структуры субъективного мира. Иначе говоря, скажите мне, какие когнитивно специализированные группы и элементы есть у вас и какая они связанные, я скажу, кто вы. анализ активности нервных клеток с известной специализацией объективным методом изучения динамики психологических процессов. Это решение открывает возможность изучать психику, то есть состав взаимоотношений и элементов субъективного опыта животных, как мы увидим и человека тоже, объективными физиологическими методами. Ну и вот здесь, например, показана одна иллюстрация этого из исследований лаборатории нейрональных основ психики в Институте психологии, которая носит сейчас имя Вячеслава Борисовича Швыркова. Вы видите кролика, который обучен вытягивать кольцо с одной стороны или с другой, чтобы получать пищу с одной стороны или с другой в кормушках, которые вращаются. Или же он же в ситуации, когда экспериментатор убирает кольца и ставит педаль, умеет так же, его научили этому в предыдущие дни, для получения этого же результата, достижения этой цели. Пользоваться другим способом. Не тянуть кольцо, а нажимать на педаль. А здесь показана активность многих нейронов, примеры нескольких нейронов, которые работают в мозге животного в этой ситуации. Вот это педальный нейрон, который активен каждый раз, каждая такая полоска, это один поведенческий акт, их много для того, чтобы установить статистическую закономерность. Каждый раз, когда животное нажимает на педаль и обрывается достижением этого результата, это функциональная система, большая, естественно, там многие сотни тысяч клеток, это одна из них, которые работают для получения этого результата. А это нейрон, который работает только, когда кролик вытягивает левое кольцо. Он не работает, когда кролик нажимает на педаль, вновь работает, когда он тянет за левое кольцо, а с правой стороны, вот здесь за красным можно увидеть, этот нейрон не работает, иначе говоря, в психике, в субъективном опыте кролика есть нейроны, которые тянут кольцо вообще, есть те, которые различают левое кольцо, объект во внешнем мире физически, к которым животное никогда в своей экологии не сталкивалось. Он опыт приобрел только в результате своего субъективного обучения в этой клетке. Есть нейроны, которые только для правой педали, а есть, например, нейроны, которые работают для достижения одного и того же результата пищи, и нажимая на педаль, и подтягивая кольцо, но только с левой стороны, и не работают с правой стороны. Сложнейшее разделение когнитивно специализированных нейронов, групп нейронов, опыта, субъективного опыта, которые можно объективно увидеть в мозге такого животного, как кролик. Я также рассказываю о тех исследованиях, которые мы ведем у нас в институте. Мы в настоящее время пользуемся не электрофизиологическими, а оптическими методами, регистрируя с помощью специальных генетически кодируемых сенсоров активность клеток во время поведения животного, изучая, как возникает специализация таких клеток. Оптические методы позволяют регистрировать сотни и тысячи нервных клеток в мозге свободно подвижного животного. Здесь показан пример, например, эта мышь, которая ходит по кольцевому лабиринту, он вот имеет такую форму, вы видели его на предыдущей картинке, а на этой картинке показано, как разворачивается движение мыши от первого цикла и так далее, за 15 минут, то есть это траектория движения. И вот в этом месте эта клетка зарегистрированная начинает давать спайк, когда животное первый раз проходит этот участок лабиринта, он оказывается впервые в этом месте. И как вы видите, дальше все последующие разы, именно в этом куске лабиринта эта клетка начинает работать, она помечает знания об этом месте. И это знание, как показывает статистика на большом количестве нейронов, сохраняется у животных на протяжении ряда дней, то есть эта клетка при помещении и на второй, и третий день будет работать в этом же месте. Это память и знания об окружающем мире. И в обосновании этих исследований я также говорю о другом пионере этих замечательных революционных работ Натальи Петровны Бехтеревой, столетие которое мы будем отмечать скорой и симпозиум посвященный памяти, который мы будем проводить сразу вслед за этим пленарным заседанием. Я приглашаю вас посетить его. В институте, в лаборатории Натальи Петровны в одном из первых мест в мире были начаты исследования по регистрации активности отдельных нервных клеток у пациентов, которым по тем или иным показаниям были вживлены в мозг электроды, позволявшие осуществлять такую регистрацию. И Святослав Селдович, председатель сегодня на этом заседании, был одним из первых, кто в начале 70-х годов исследовал многие такие свойства человеческих нейронов во время когнитивных процессов речевой деятельности. Сегодня в мире эти исследования ведутся во многих центрах, используя специально созданные Ицеком Фраем электроды с очень тонкими кончиками, помимо обычного клинического электрода. И продемонстрировано огромное количество разных примеров когнитивной специализации таких клеток. Например, это нейрон Билла Клинтона, а это нейрон, так называемый нейрон Люка Скайуокера, героя Звездных Войн. Клетки, которые активируются только в связи с определенными элементами субъективного опыта данного человека. Еще одна вещь, о которой я говорю в изложении гиперсетевой теории, что в отличие от теории сетей, гиперсети связаны совершенно другим образом. Если вы хотите найти кардинальное отличие того, почему гиперсеть это не сеть, то одно из них заключается в том, что математически любая сеть это множество попарно связанных элементов, а в нашем мозге элементы образуют сообщества, они связаны друг между другом, как семьи. А другая вещь, что такие семьи в верхнем слое гиперсети контактируют не через отдельные аксоны отростки нейронов, как в нейронной сети, а контактируют своими гранями. Например, два человека взаимодействуют в социальных группах и между ними образуются контакты в силу разделяемых ими вершин или грани вершин общих интересов. Например, в области науки и компьютеров для этих двух людей. Если этих интересов больше, то грань проходит не через линию, а двумя, соединяется двумя гранями. И распространение информации гиперсети, то, что получило название Q-Transmission, происходит через эти общие грани. И мы используем методы трансгенных животных и двойного мечения активности популяции клеток во время одного, второго, третьего эпизода для того, чтобы выяснить, где и как в нервной сети образуются связи между такими группами и сколько их перекрытия, когда мы можем пометить клетку в одной группе, в другой группе, вообще пометить одну группу, другую группу и установить такую связь. Как правило, такие связи, это принципиально между двумя когнитивными состояниями, например, при выработке условных рефлексов, проходят не через одну структуру, а через целую иерархию структур. Они есть в коре головного мозга, они есть в гиппокампе, они есть в миндалине, и связь является совокупностью всех этих разнокачественных перекрывающихся специализированных элементов. Но теперь я хочу перейти к последнему моменту в моем сегодняшнем выступлении, что все, что я рассказывал до сих путь, до настоящего момента, путь системной физиологии. Если мы посмотрим на поставленные перед теорией первостепенные задачи, укладывается в основном и частично в ответ только на первый вызов. Описывает, как устроена такая сложная гиперсетевая структура, нервной системы. Но она не объясняет, почему она устроена таким образом. Она не объясняет, почему они столь разнообразны, как вам механика происхождения этого разнообразия грандиозного. И не объясняет, каковы механизмы возникновения таких высших структур в нервной системе, которая закладывается как физиологическая ткань. И для того, чтобы ответить на эти вопросы, теория нужна другая часть, другой путь к когнитому. Нижний путь, Дарвиновский путь. Суть Дарвиновского объяснения происхождения решения той же проблемы, объяснения огромной сложности наблюдаемых нами организмов в окружающем мире и огромного разнообразия заключалась в том, что сегодняшними словами Дарвин нашел простой алгоритм состоящий всего из трех принципов наследственность, изменчивость и борьба за существование, которые, будучи собраны вместе и запущены на протяжении сотен тысяч, миллионов, десятков миллионов лет в огромном количестве поколений, способны градуально создать ту невероятную сложность и то невероятное разнообразие, которое мы наблюдаем в окружающем мире. Можем ли мы подойти с таким же мерками, с таким же подходом к решению проблемы огромной сложности нашего когнитивного аппарата, нашего разума, мозга и сознания и огромного разнообразия? теория делает такую попытку. Она ставит этот вопрос следующим образом, что так же, как и в возникновении предшествующих уровней организации материи, например, биологического из химического. Для возникновения когнитивных систем можно выделить три критических понятия. Первое, должны существовать предусловия. Для биологических организаций вначале должны быть предбиологические организации. это те организации, которые еще не обладают свойствами жизни. Их нельзя описывать в терминах биологии жизни. Но там содержатся необходимые условия, которые, будучи собраны вместе и запущены в работу какого-то цикла повторяющегося, способны вырастить свои колебели биологическую систему. Значит, предусловия. Второе, что при наличии этих условий должен запускаться какой-то воспроизводимый механизм, который создает когнитивный переход. Переход на следующую ступень, где появляется когнитивное качество, которое описывается, как мы видели в пути системной физиологии терминами более высокого порядка, нового качества. Значит, как происходит этот процесс, как происходит этот переход от предусловий к когнитивности? Теория нейронных гиперсетей говорит следующее, что предлагает следующее, что если у некого организма имеются функциональные системы, а они есть у любых биологических организмов, определяющих адаптацию и выживание, но которые поселились и работают в глубокой нервной сети, сети, где между рецепторами и эффекторами существует огромная промежуточная сеть перекрещивающихся связей. И клетки, которые обладают долговременной пластичности, то есть способны запоминать активность, которая происходит в функциональных системах такой сети, то теория тверждает, что такой организм, если мы его встретим, при своей индивидуальной жизни, при многих циклах своей активности от момента рождения и далее, сформирует с необходимостью нейронную гиперсеть и разобьет у себя когнитом, то есть разум. Таким образом, так же, как и в Дарвиновском алгоритме, в этом алгоритме вводится всего три составных компонента. Наличие функциональных систем, глубокая нервная сеть, долговременная нейронная пластичность. Вкупе через многие тысячи, десятки тысяч когнитивных актов, которые делает этот организм в своем поведении, он способен кумулировать, так же, как биология кумулирует это в эволюции, накапливающуюся сложность, где долговременная пластичность служит аналогом генетической памяти, которая способна поднимать существующую систему на следующую ступеньку, не теряя достигнутого предыдущего градуально. Я обозначил такой алгоритм, как рекурсивный алгоритм когнитивной прогрессии, и в настоящий момент мы работаем над тем, как экспериментально подойти к проверке этих трех компонентов, наличие фактического материала, демонстрирующего реальность и каузальность работы этого алгоритма. Одну вещь в нем нужно пояснить, и это последний слайд, я говорил несколько раз о глубокой нервной сети. Почему важна глубина? Потому что за счет долговременной пластичности и памяти именно в глубоких слоях, которые собирают информацию от многих рецептивных поверхностей, перекрещивающиеся в скрытых слоях до настоящего момента. Например, в ситуации, когда мы сталкиваемся с девушкой в такой красной шляпе, и часть того, что составляет образ, является эта красная шляпа. А в следующий раз, после фиксации в этих клетках участия в этой системе, впечатлившей нас своей красной шляпой. Другая система может быть связана с красной розой у девушки в черной шляпе, вновь оставившей неизгладимый след в активности нервной сети. но тогда вот эта клетка, которая один раз участвовала в одной функциональной системе, в одной глобальной когнитивной группе, а другой раз в этой начинает нести общее свойство компонента, отличающий ее функцию в этой и в этой функциональной системе как свойства красного. Иначе говоря, теория предполагает, что при наличии активности функциональных систем и пластичности отдельных нейронов, многократно вовлекающихся в разные функциональные системы, мы получаем феномен когнитивных групп, когнитивной специализации и огромной сложности и индивидуальности нашего когнитивного опыта. Я хотел закончить напоминанием о словах Ивана Петровича Павлова, который заканчивал свою Нобелевскую речь вот этой фразой, что в сущности нас интересует жизнь и только одно наше психическое содержание. его механизм однако и был и сейчас еще окутан для нас глубоким мраком. И это можно сказать и сегодня. Здесь нет устоявшихся истин и принятых всеми решений. Я рассказываю о своей версии решения, она может быть не принята многими коллегами или переделана даже в ходе работы над этой теорией. Но в принципе прогресс в этой области определяется с одной стороны огромным успехом методов исследования нервной системы, о которых я немножко сказал, и методология естествознания, построения гипотез, их проверки, отвержения, убийства этих гипотез, следующих построений и так далее. И вообще это мне кажется вселяет оптимизм, что мы когда-то когда Иван Петрович считал, что ближайшее будущее науки. Я тоже считаю, что для тех молодых физиологов, которые сидят сегодня в зале, это безусловно будущее этих открытий, которые будут сделаны вами или на вашем веку. Открытие фундаментальных принципов организации высших функций головного мозга. Спасибо. Спасибо. Дорогой и глубокоуважаемый Константин Владимирович, я хочу сказать только две вещи. Первое, вы абсолютно выполнили мою просьбу, потому что вы рассказали, как мне представляется очень понятно, об очень сложном. И это большое искусство. Спасибо большое. И во-вторых, знаете, каждый физиологический съезд, это 24-й съезд, каждый физиологический съезд запоминался какими-то событиями, блестящими лекциями. Вот одним из таких съездов, насколько я знаю, был съезд, когда Александр Михайлович Уголев докладывал о пристеночном кровообращении, пристеночном пищеварении, и только по недоразумению он не получил Мобилевской премии за это. На одном из съездов Владимир Николаевич Черниговский впервые докладывал о космической физиологии. Это была первая лекция, это был тоже съезд. Я не могу напомнить сейчас всех съездов, но на каждом съезде была вот своя лекция, которая запомнилась всем. Мне думается, что ваша лекция нам запомнится как событие 24-го съезда. Спасибо большое. Спасибо. Я вам благодарю эту медаль физиологического общества Павлова, как у вас было написано, за прошлое и за будущее. большое спасибо. Все по программе. Дальше. 15 минут. Я увидел. Но ничего страшного. Тут все как раз в этом смысле удача. Нет следующего лектора, который не